Добрый день, меня зовут Лена, я ведущая программы проповеди по понедельникам. И приглашаю всех моих братьев и сестер, друзей, кто по доброй воле или чисто случайно открыл этот видеоролик вместе со мной и пастором Абаем Богословом, и нашим духовным наставником поразмышлять над его проповедью, прочитанной на воскресном служении по книге Ветхого Завета по 4 главе. Я уже не раз читала эту главу, но в этот раз у меня было такое ощущение, что мне пора остановиться и оглянуться вокруг себя, и вновь определить свое место под небом, проверить, не возгордилась ли я, как прежде, когда успех, данный мне Богом по молитвам, я приняла в себе в заслугу, возгордилась, и после этого, как бы в назидание, долго скиталась по свету. Вот так и царь Вавилона, царь Навоходоносор, изумился, глядя на величие Вавилона и восхитился своим могуществом. Он вошел в славу своего величия и свершилось то, что ему было предсказано Даниилом, сыном Божьего народа, находившимся в плену у Вавилона. И семь лет был великий царь Навоходоносор зверем, отлученным от людей, щипал траву, но только по прошествии семи лет он вошел в разум, и теперь он смотрел не на Вавилон, а смотрел на небо и говорил «Славлю, превозношу и величаю царя небесного, дела которого истины, и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Пастор Абай обратил наше внимание на то, что в этой главе очень много смысла и значения для нас, христиан. А основное значение – это поддержка Божьего народа, угнетаемого, страдающего, как страдали в это время евреи в Вавилонском плену, когда потеряли все свои привилегии царства, царей, национальность и будущее. Книга Даниила успокаивает Божий народ и говорит, что эти проблемы временные, а наши враги в руках Бога, и что Бог Израиля продолжает царствовать, как над Израилем, так и над всем миром. И даже сильные миры сего – это слуги у Бога. Для нас, христиан, это наставление. Мы сейчас живем в мире, где утверждается, что Бог уже умер. Это метафора Ницше, в которую люди поверили, видя, что Бог ушел из политики, из образования, из культуры, из светского общества, из той реальности, которая и определяется рациональным мировоззрением современного человека. Да, Бог перестал себя активно являть, и люди перестали в Него верить, верить в реальность Бога. Живя в таком мире, светский человек начинает думать, а Бога нет, а Библия для тех, кто хочет верить сказкам, что вера далека от настоящей жизни, что жить по вере в этом мире не только невозможно, но и неразумно, что вера – это просто для успокоения души, а вот жизнь для того, чтобы делать дело. И делать дело приходится в жестокой реальности, и нет времени для молитв, для общения с Богом, а надо успеть, успеть все правильно сделать. Но и даже если мы делаем все правильно, это не гарантирует нам успех. Жизнь рациональна, все подчинено успеху, и в такой рациональности существование Бога не учитывается. Маркиз де Лаплас, французский математик, механик, физик и астроном, известен миру работами в области небесной механики, дифференциальных уравнений, один из создателей теории вероятностей. Когда-то Наполеон спросил Лапласа, «Почему в вашем описании мира, мира планет, космоса и Земли нет описания Бога?» Лаплас сказал, «Потому что я не нуждаюсь в этой системе, в системе, которая жиждится не на фактах, а на гипотезах, на гипотезе Бога». С точки зрения ученого, все, что происходит в этом мире, объясняется естественными причинами, а Бога в естественных рациональных причинах не может быть, так как его не просчитаешь. Ведь дом стоит не потому, что Бог его поддерживает, а потому дом стоит, что был сделан, построен согласно хорошо просчитанному плану архитектора, и выполнен из правильного материала и сделан умелыми руками. А Бог тут ни при чем. Вот рациональное мировоззрение ученого объясняет происходящее в мире, все происходящее в мире, естественными причинами по законам физики, математики, химии, законам гравитации. А мы, верующие, мы живем по первой главе «Бытия», где написано, что все было создано Богом через Слово. И мы кажемся вот с нашим мировоззрением, всеобщему мировоззрению светского человека, что мы очень-очень далеки от истины. Но мы, христиане, живем в мире с таким мировоззрением. Мы воспитаны этому мировоззрению с детства, что все держится на естественных законах природы, и поэтому Бога здесь нет. И, как мне говорили на уроках, что вот в 1664 году, что вот Гагарин, Юрий Гагарин, летал вокруг планеты, он был в космосе, и Бога не увидел. Значит, Бога нет. Фридрик Митче, немецкий мыслитель, через герой своей книги определил место Бога, умершего Бога, на церковном кладбище. Ибо Европа в то время не нуждалась больше в Боге, как в источнике морали, человеческих ценностей или закона Вселенной. Философия и науки заняли его место. Мировоззрение своих сверстников встало основу Ницше, в роду которого было пять поколений священников, сказать, что Бог не просто умер, но что именно люди убили Его своей научной революцией, своим стремлением познать мир, и теперь человеку предстоит стать Богом. То есть сверхчеловеком. Вот в конце 1880-х годах к Ницше приходит слава самого популярного философа, к идеям которого прислушивается Запад, интеллигенция Запада. А в 1889 году Ницше лишается разума, но не на семь лет, как великий новоходоносор, а до конца жизни. Вот живя в таком обществе, верующим нужно сильно напрягать себя, чтобы сказать прежде всего себе, а потом и всему миру, что все происходит по воле Божией. И по молитве верующего Бог меняет весь мир и человека, и даже нашего врага. Если рассматривать жизнь евреев в плену у вавилонян как бедствие еврейского народа, то Бог Израиля проиграл другим богам, богам других народов. Что он не исполнил своего обещания благословлять свой народ и дать ему процветание. И вот тогда у нас с вами может создаться впечатление, а Бога-то и нет. Он не выполняет свои обещания, значит, он умер. Но в книге Даниила Бог как никогда близок к своему народу, и он говорит не только страдающим евреям, но и нам, христианам, я не умер. Я был, я есть, и я буду. И я верен своим обещаниям заботиться о своем народе. И я как управлял, так и управляю всем миром, чтобы учить вас, мои дети, при любых условиях быть мне верным и доверять. Бог управляет современным империалистическим миром, в котором есть клан могущественных людей, в руках которых сконцентрированы вся власть и богатство. Чтобы они решали судьбы людей, стран, кого-то возносили, кого-то гробили, чтобы они определяли, кому болеть коронавирусом, а кому нет. И мы можем принимать такое мировоззрение, что над нами властвует какой-нибудь Бильдербергский клуб. В этом клубе большая часть людей являются влиятельными людьми в области политики, бизнеса и банковского дела, а также главами ведущих западных средств массовой информации. Или встать вместе с коммунистами и винить во всех наших бедах надменных олигархов, наивно полагая, что если всех капиталистов убрать, всех богатых людей уничтожить, а богатство их забрать, то мы счастливо заживем. Не надо забывать, что капитализм это просто экономическая система производства и распределения, основанная на частной собственности, юридическом равенстве и свободе предпринимательства. Хотя идея капитализма была придумана христианами для того, чтобы каждый человек попробовал себя и создал какое-то дело, попробовал себя и добился успеха, где проявлялись бы благословения Господа Христа, эта идея была хороша и обнаружила такую проблему, что и христианский мир оставался грешным, мир, где год от года забывали Бога и поклонялись уже не Богу, а своему мировоззрению, рациональности. И вот теперь к нам из глубины веков Даниил говорит «Не подавайтесь провокации, когда говорят, что Бог умер. Бог правит всеми людьми, даже теми, которые по всеобщему мнению не имеют над собой никакой власти и наивно полагают, что они правят миром. А миром, как правил, так и правит наш Господь. Господу Христу была дана власть на земле и на небе. Великий царь Великий Вавилона Новохадоносор лицо номер один. Выше его не было во всем царстве, где жили Даниил и Божий народ. И его избрал Бог, чтобы показать Божьему народу, что такие великие властители земли, как Новохадоносор, они находятся в управлении самого Бога. Вот вы обратили внимание, что враждебные цивилизации Израиля, враги Божьего народа, сначала Египет, потом Сирия и Вавилон, в отношениях с Израилем вдруг приобретает не злобную маску, а человеческое лицо. Во времена Иосии фараон от имени Бога просит, чтобы Иудея не вмешивалась в политические распри язычников. Он говорит, это хочет ваш Бог. Он уважительно относится к Божьему народу, хотя в целом цивилизация Египта была захватнической. Возьмем Осирию, как утверждают историки, что это была самая бесчеловечная, самая жестокая цивилизация, но она тоже обретает человеческое лицо в книге пророка Ионы, которого Бог посылает в столицу Осирии, Неневию, предупредить царя и народ, что идут на него Божьи суды. Но когда царь это услышал, то царь и все жители Неневии каются, и даже животные каются, и тогда Бог отменяет наказание и свое решение, что не буду наказывать я этот народ. И объясняет Иону, пророку, так, что зачем наказывать тех, кто искренне кается, и кто еще не может отличить правую руку от левой, как невежды. Теперь вавилоняне, которые в книге Аввакума называются халдеями, жестокими, насильниками, показывают тоже Израилю свое человеческое лицо. Вот в книге Даниила враг Израиля номер один Новохудонасор и обретает человеческое лицо. Пред нами открывается великий Новохудонасор, как обычный человек с высоким мнением о себе, и в то же время, как человек ошибающийся и кающийся. Таким образом, Библия в Божьем слове очеловечивает и нашего врага. Обычно врага принято демонизировать. Он описывается даже хуже, чем он есть на самом деле. И мы видим тут Божий парадокс. В глазах своей жертвы враг обретает человеческое лицо. Если вы смотрите фильм, то фильм всегда подается с точки зрения главного героя. У главного героя есть чувства, он совершает правильные поступки, у него есть оправдание неправедным поступкам. Главный герой хороший человек. Со своими слабостями, сильными сторонами мы его понимаем и одобряем. Плохой герой, он мало описывается, это просто функция играющего плохого человека. У него нет человеческого лица, есть злобная маска, нам не показаны его мысли, которые помогли бы нам его оправдать. Это есть особенность человеческого восприятия. Когда мы люди, а наши враги получаются не люди. Вот когда Бог положил мне на сердце писать роман, то я не знала, как мне описать очень плохого героя, который принес много несчастья главному герою. Но так его описать, чтобы человек понял, что это злодей, но в то же время читатель мог бы его простить. И я услышала совет Духа Святого в сердце своем писать от имени этого злодея. Сначала я опешила от этого совета. Но когда я его выполнила, то увидела, что и злодей нуждался в понимании, что он, творя зло главному герою, он думал о добре. Ну, по-своему о добре. Вот так работает человеческая психика, говорит пастор Абай. Человеку надо защищаться, ему надо быть безжалостным к своему врагу, чтобы выжить. Но в книге Даниила вместо обычной демонизации мы видим очеловечение врага. Мы его как-то понимаем и даже сочувствуем. Как вы думаете, чему это может нас научить? Правильно. Исполнению заповедей Христа о любви к врагу. Может создаться такое впечатление, что Новоходоносор в этой главе показан как главный герой с человеческим лицом, но на самом деле главный герой был и остается Даниил, раб Божий, сын Божий, плененный Даниил. И он как автор этой истории имеет место идущего после Бога. Получается, что великий Новоходоносор по сравнению с Богом и Даниилом всего лишь функция, через которую мы можем лучше понять отношения Бога со своим народом и народами мира. После Бога и Даниила идет народ Божий, эта книга Даниила писалась не для Новоходоносора, а для Божьего народа. То есть с точки зрения, если считать, что Новоходоносор главный персонаж в этой книге или в этой главе, то он не должен уходить со сцены до окончания книги, но он уходит. А на его место приходят другие персонажи, такие как царь Валтасар, царь Дарий. Новоходоносор с точки зрения Божьего народа это враг, олицетворяющий непобедимую силу, враждебную силу, а против него стоит Даниил. Он показывает силу, которая выше естественной силы царя Новоходоносора, в которой даже враг Божьего народа Новоходоносор обретает человеческое лицо. Допустим, мы про своего врага хотим слышать хорошее мы хотим слушать плохое и мы будем радоваться, несмотря на угрызение совести, но радоваться, если про врага скажут что-то плохое. А здесь про врага говорится и хорошее. Поэтому здесь заповедь Иисуса «Любите врагов ваших» книги Даниила обретает литературные формы и форму истории и форму урока для нас христиан. Мы должны помнить, что в глазах Даниила и в глазах у Бога сам Новоходоносорт играет важную роль, как и народ Божий. Мы видим, что Богу важна жизнь Новоходоносора, как и важна жизнь Божьего народа. Про Новоходоносора написано, что он как дерево, под которым гнездятся птицы небесные и всякая плоть питается в тени его прячется. То есть Новоходоносор это сильная личность. И он этой своей силой захватывает народы и создает новую цивилизацию, в которой захваченным народом наконец-то будет хорошо жить. Сила личности Новоходоносора важна и для истории, так как его сила принесла цивилизацию многим народам. И, конечно, нам, как Божьему народу, это признать трудно, но надо. Ведь мы привыкли считать, что о врагах хорошего не говорят. Мы только любим плохое о врагах говорить, чтобы себя как-то одобрить. Как, например, Новоходоносор. Он завоеватель, путем насилия установил цивилизацию, и пусть эта цивилизация и процветает, но это не важно, он для нас остается злейшим врагом. То есть мы обращаем внимание только на то, что Новоходоносор сделал плохого, а то, что через это плохое он сделал добро, то нами это упускается, привычно упускается. В этом грешном мире все люди настроены друг против друга. Хотим мы это признавать или нет? Ну, это может происходить на разных уровнях, или на уровне мыслей, или на уровне каких-то вспышки, на вспышке эмоций, или на уровне каких-то поступков, потому что грех до сих пор, пока не пришел Иисус, соблазняет всех людей. Поэтому Бог установил власть одних людей над другими, чтобы самый сильный властелин мог навести порядок над другими сильными, и чтобы эти сильные не уничтожали слабых, а жили все и слабые, и сильные мирно. Потому что так общество могло в те времена, древние времена выжить. Поэтому не надо быть наивными, невеждами и охотиться за ведьмами, которые обитают в мире имущих. Ночи напролет не спать. Люди забывают о своей жизни, о той жизни, которую Бог ему дал. Чтобы радоваться, чтобы что-то творить, и нам надо понимать, что так был Богом устроен мир. Счастливых богатых, которые несут всю ответственность за состояние мира, и счастливых бедных, у которых нет ответственности, но есть те маленькие интересы, которые богатые лишены. Кому-то Бог дал таланты быть ученым, быть врачом, быть ремесленником, кому-то судьей, артистом, а кому-то предпринимателем, рабочим, полицейским, и каждый на своем месте может быть довольным и счастливым. Хотя это и трудно, но возможно. трудиться себе в радость. Но нам не надо отчаиваться, что это очень трудно в нашем мире. Это сбудется, когда в мир придет второй раз наш Царь, Царь Христос. А пока грешные, сильные миры сего, они побеждают грешных слабых, и мы находим это несправедливым, в нас закипает праведный гнев, но в этот момент во момент гнева, который может и нас уничтожить, надо вспомнить, что Бог, а не эти люди правит миром. И увидеть, что благодаря даже этой силе по воле Божьей сильные, имея такую силу, обеспечивают хоть какой-то порядок и мирную жизнь в обществе. Когда я сейчас вижу восстание, восстание против власти, несанкционированные восстания, вот это волнение у людей, в поэзии это происходит, давайте встанем на баррикады, я сразу вспоминаю Казахстан, Россию, где я жила в 90-е годы, когда не было власти, когда страшно было выйти на улицу, отпустить своих детей, когда в любую минуту могло случиться несчастье и этому несчастью не было бы наказания. Как пастор Абая говорит, что в 90-е годы, если пройтись по кладбищу, очень много молодых людей погибло. Так не надо допускать этот беспорядок во второй раз, но это мой личный опыт. И пастор Абай говорит, конечно, я соглашаюсь с вами, верующая моя сестра, что есть моральная нечистоплотность сильных, и эта моральная нечистоплотность является причиной ненавидеть сильных мира сего. Поэтому, говорит пастор Абай, вот сейчас просто мы обратимся к истории. В древности жестокости было гораздо больше, но древние люди соглашались с правом сильного творить не только добрые дела, но и злые. Сейчас в нашей цивилизации жестокости гораздо меньше, больше хитрости. Ведь если кто-то будет проявлять из людей сильных мира сего, правящих людей, жестокость, то это вызовет мировой или какой-то локальный протест. Поэтому современные сильные стараются понравиться народу. А если что-то плохое вылезет на обозрение, то они скажут, ой, это придумки оппозиционеров. Не надо забывать, что в древности господствующий называл себя благодетелем. Он захватывал народ и говорил, я ваш благодетель и наведу порядок в вашей стране, и у вас будут безвизовые передвижения с соседними государствами, благодаря тому, что эти государства подчиняются мне. Радуйтесь, у вас будет единое экономическое и политическое пространство, и вам остается только жить да радоваться. Для древности, если завоеватель навел в стране порядок, то он считался благодетелем, а если не навел, то на его место придет другой, более сильный, энергичный властитель, чтобы в стране любой ценой был порядок и мир. И вот тогда борьба за власть между различными людьми тут же прекратится, люди успокоятся и будут жить себе и поживать. вот это социология человечества. Это говорит пастор Абай, я вам говорю, согласно версии английского философа Томаса Гоббса. Он не только философ, но и был английским государственным деятелем. Гоббс определил модель общества во взаимосвязи сильнейшего и слабейшего. Но он рассматривал человека как человека, как существо по своей природе злобного и завистливого. И тогда создал формулу, по которой будет строиться цивилизованное общество, что по сути свои люди друг другу не друзья, а волки. Что люди опасны друг для друга. Оставить их, они же друг друга уничтожат. Сейчас принято считать, что только психические больные и какие-то маньяки опасны для общества. Но Гоббс сказал, что все люди могут быть социально опасны. Поэтому человеку необходимо выйти из своего естественного состояния озлобленности и перейти в общественное. принятие законов общественных. И это возможно только тогда, когда люди свое естественное право защищаться, мстить и нападать отдадут в руки абсолютного властителя монарха. Так было и в христианской Европе, но потом Европа, отойдя от этой модели общества, она выберет другой путь. И она скажет, мы не будем отдавать все свои полномочия абсолютному монарху, мы сами с усами и создадим власть. И эту власть мы поручим тем, кто нам даст обещание выполнять те и те или иные условия. А если власть нам не понравится, то мы ее просто переизберем. Этим постулатом Лог ввел цивилизацию на новый прогрессивный уровень развития, такой как либерализм. Мы с вами сейчас с 90-х годов живем по либеральной системе. И нам трудно назвать тех сильных людей, которые действуют только с позиции силы добродетельными. Хотя с другой стороны, каждый чиновник, находясь во властных структурах, потихоньку делает свое дело, пусть не очень добросовестно, но все-таки делает. Почему нам трудно одобрять свои власти? Потому что мы имеем два противоречащих между собой мировоззрения. Либеральное, новое, прогрессивное мышление и абсолютистское, древнее мышление, где власть находится в руках сильного. С либеральной точки зрения критиковать власть имущих это норма, потому что и смысл либерализма в том, чтобы человек в либеральном обществе почувствовал себя свободным, как индивидуальность, а не был в рабстве под контролем абсолютной власти. высшая власть в либеральной системе находится в руках народа, поэтому с точки зрения либерализма власть легко критикуемая. Но другое дело, что есть общество, где либерализм существует только на словах, а на практике либеральные законы так выворачиваются, что они уже служат на самом деле сильной абсолютистской власти. То есть в этом обществе на практике подтверждается древний абсолютизм. То есть побеждает тот, кто силен. В советской коммунистической системе в Конституции говорилось, что советский гражданин имеет все права и свободы, но на самом деле они, эти свободы и права обеспечивались только на минимальном уровне, не так, как заявлялось в Конституции. Любое злое прикрывалось добрыми лозунгами, такое, что все для народа. Как бы нехороши были либеральные законы и Конституция в либеральных странах, но так как менталитет людей в этих странах еще склонен к вражде друг с другом, к зависти, к похоти, то эту вражду может усмирить только абсолютная власть. Это приводит к диссонансу. Общество вот книги Даниила народы, как и божий народ, признают абсолютную власть как единственно правильную. Это древнее мировоззрение человека, а либеральная политика возникла ведь только в 17 веке нашей эры, как мысль в 18 веке, и она стала практиковаться в Голландии, в Великобритании, а потом стала развиваться в Соединенных Штатах, во Франции, а затем уже в других европейских странах. Вот с точки зрения Даниила, как с точки зрения древности, относиться к сильному врагу, который приносит порядок в стране и процветающую экономику, процветающую цивилизацию, надо оправдательно. Так учит нас Библия. Мы, как верующие, имеем два варианта, как нам думать, или по Библии, или по либеральному. Я думаю, что здесь нужна мудрость. Надо поступать с точки зрения выживания. Иногда сильная власть поможет нам лучше выжить, чем либеральная шаткая система. Если мы сможем, как Даниил, еще и благословлять власть имущих, если мы сможем очеловечивать власть имущим, как это делает Библия, то это поможет нам выжить, не обозлиться, не отчаяться в понимании того, что и сильные мира сего находятся в руках Божьих, как бы они не восхваляли сами себя. Но при этом нам надо понимать, что либерализм остается прогрессивным мировоззрением и несет хорошие результаты для общества, но в будущем. значит, либерализм это путь прогресса. Поэтому нужно пользоваться всеми либеральными свободами, которые на практике можно осуществить, не доводя общество до взрыва. А те, что еще мы не можем осуществить, поставить в очередь, пусть подождут. Чтобы не доводить себя до ненависти к сильным, этой ненавистью в обществе ничего не изменить, а в душе можно отравиться злобой. Нам, христианам, как никому, надо снисходить к тому, что человек слаб и грешен. И признавая то, что говорил о человеке философ Гоббс, что враг каждого надо изменять наше мышление, как и образ жизни по заповеди Христа «Возлюби врага своего». Изменяться быстро это опасно. Это может произвести срыв, какую-то трагедию, кризис. Нельзя быстро изменять общество и подгонять его под новую систему, пусть даже очень прогрессивную. Это с точки зрения выживания очень невыгодная позиция. Поэтому можно быть либералом, но не надо быть фанатом либералом, потому что мы не в той стране живем, чтобы быть сильным либералом. В то же время мы, как верующие, можем придерживаться древнего библейского мировоззрения, в спокойствии души принимать, что в нашем обществе сильная власть еще нужна в плане наведения порядка, всеобщего порядка, в котором могут мирно существовать и праведники, и люди греха. При сильной власти у людей отпадает необходимость быть врагом для других людей. Возьмем для примера такого либерала, как Мартин Лютер Кинг. Он боролся за равные права афроамериканцев с белыми американцами. Он был баптистский пастор. С точки зрения его выживаемости он занял невыгодную, немудрую позицию. Он погиб, его расстреляли. Лютер Кинг сильный либерал. Он искренне верил, что идеи либерализма должны быть не только на словах, но и на деле, и очень хотел добиться равноправия американцев с различным цветом кожи как можно скорее и его убили. С точки зрения либерализма он молодец. Афроамериканцы получили равные права с теми, кто прибыл в Америку из Европы. Но мы видим, что если бы Мартин Лютер Кинг не вел эту борьбу, то все равно было бы введено это равноправие, но позже, когда само общество и власти признали бы эту проблему насущной. По логике либерализма надо всегда кого-нибудь от кого-нибудь освобождать. Но ждать естественного хода развития общества никому не хочется, потому что для этого нужно быть терпеливым. И очень приходится долго ждать, когда само общество будет готово к либеральным преобразованиям. И в чем должна проявиться наша мудрость? Если мы будем сильными либералами, то с точки зрения выживания это кровопролитие, это еще одна революция. Своей смертью мы приблизим увеличение свобод. Да, мы приблизим увеличение свобод каких-то угнетаемых групп, но только приблизим, а может быть на один день, а может быть на 10 лет, но может быть мы умрем и нисколько не приблизим осуществление нашей идеи. Поэтому есть ли смысл идти на конфликт с сильными? Если это же самое мы можем получить мирным путем, ну, может быть, через 100 лет. Ибо народ всегда отстает от идей своего прогрессивного лидера, как и Божий народ, он отставал от своих праведных царей. Но нужно время, чтобы все слои населения подошли к мысли о необходимости преобразований, а не просто группка вольнодумающих людей решила, вот сейчас мы всех приведем к процветанию, к успеху. Бог нам дает процветать в тех рамках свободы, которые мы имеем на самом деле. Можно счастливо жить, обращая внимание на то, что мы имеем, и не надо быть несчастными и вести борьбу за то, что мы пока не имеем. А за то, что мы имеем, мы будем благодарить Бога. Вот Мартир Лютер Кинг добился своей цели, но до сих пор афроамериканцы в Америке недовольны, хотя это недовольство человека не решается политическими способами. Даже когда мы имеем успех, в любой сфере нашей деятельности, особенно в политике, нам всегда будет чего-то не хватать для того, чтобы почувствовать удовлетворение, чтобы почувствовать что-то вечное. После того, как мы добьемся того, к чему так стремились, мы поймем, что опять нам что-то нужно, нужна какая-то цель, для которой бы мы очень сильно старались. И нет конца и края нашим аппетитом не надо забывать, что мы грешники. И наш грех, он тоже ненасытен. Поэтому утопия думать, что можно обрести счастье только политическими средствами. Для полного удовлетворения нашей души нам нужен тот, кто познал нас еще с рождения, тот, кто знает наше истинное предназначение на земле, тот, кто повелел нам трудиться в поте лица, тот, кто спас нас от наказания в судный день, тот, кто дал нам возможность поверить в Христа, уже сейчас жить в царстве любви и добра, кто повелел нам в мире, где царит грех служить нашим близким и обществам, не идя на конфликт и конфронтацию. На мой взгляд, в этом мудрость нашей христианской жизни, говорит пастор Абай. Мы любимое творение Бога. И Адам, как первый человек, вошел в политику Бога, когда Бог дал ему закон не есть плоды, дерево, познание зла и добра. Адам переступил этот закон, он не покаялся, так как не верил в милосердие Отца Небесного и был осужден Богом. Бог выслал его и Еву из рая. Каин. Он Богом был осужден как брат убийцы. Он убил Абеля из ревности. И он тоже не покаялся, как и Адам. Но Бог с Каином заключил завет. Если кто тебя тронет, то Бог поднимет на тебя руку, то Бог с него семь раз просит. Поэтому суду тот, кто поднимает на Каина руку, сам погибает и погибает его шесть родственников. Так как наши верующие засомнимались в том, что пастор Абай говорит, то пастор Абай объяснил это подробно. Семь, цифра семь, это конкретное число и конкретное наказание погибнут. И оказалось, что весь зарождающийся мир это знал, но он согрешил. И в результате это привело к всемирному потопу. Некоторые великаны думали в то время, о, мы высокие, мы спасемся, это всех низких вода поглотит. Но уровень воды был поднят Богом как раз выше их головы. По своему справедливому суду Бог всех уничтожил, кроме Ноя. Поэтому в завете с Ноем Бог и обещает больше не судить народы, потому что Он не хотел всех людей уничтожить своим праведным судом. Божий суд строгий и от Него никому не отвертеться. Бог оставляет суды людям. Теперь человек будет судить другого человека. Политику Бога приняли люди и эта политика определяется законом общественным и судом. Значит Бог отдал в руки человека свои суды. Если кто-то убьет кого-то, то теперь люди будут судиться человеческим судом и убийца будет наказан. Теперь речь уже идет не о семикратном наказании, а об одном. Убийца заслужил быть убитым. И это решает суд. Через суд, который Бог дал людям, политика становится инструментом регулирования отношений между людьми. А так как в этом грешном мире царствует грех, ненависть, зависть, людские пороки, то при любом правительстве происходят проблемы между грешниками, которые судят тоже грешники, давшие клятву творить правосудие. грешниками. И за свои суды судья будет судиться Богом. Имея суды, люди приобрели божественные функции, то есть они стали совершать божественные действия. Греки говорили, что если суд идет в пределах семьи, это не общество. Если суд идет в пределах родственного клана, это не суды, а разборки, а совокупность людей, объединенных одним законом и одним судом, это правовое общество. Общественный суд стоит выше судов семейных и клановых. Он действует вне зависимости от национальности человека, от его семейного или общественного положения, и для того, чтобы решение суда исполнилось, ему надо иметь судейскую правовую силу. Если казах судит казаха, это не суд, это междоусобные войны, кровопролитие. Все равны перед общественным законом и судом. И прогрессивный общественный суд снимал межклановые бесконечные убийства, и его решение признается выше крововой мести клана, и родственники потерпевшего уже не живут ради кровавой мести, а живут ради того, чтобы жить и иметь семьи и богатство и хорошее государство. В этом плане суд и общественная политика принесла цивилизацию. Значит, важны для истории общества такие сильные личности, которые вначале могут пролить кровь тех непослушных, которые будут мешать наведению порядка и прогресса, чтобы порядок и прогресс восторжествовал. Если раньше сильные творили политику, то либерализм говорит, что теперь народ творит политику, а власть это слуги народа. Все перевернулось с ног на голову, но в памяти многих народов сохранилось понятие, что именно сильные люди были гарантами процветающей цивилизации. Пастор Абай так рассказал нам историю. Я в поезде ехал и слышал в одном купе казаха. Он мыслил как древний человек. Если человек говорил, он сделал преступление, то пусть за это его убивают прямо на месте преступления, как это принято в Китае. Этот казах говорил, что ислам в Китае запрещается. Это нехорошо. А преступников надо тут же, даже без суда и следствия, наказывать, чтобы они боялись и другим неповадно было. С этим, таким положением нынешние либералы, древним положением, нынешние либералы не соглашаются. Они не хотят, чтобы кто-то по своему усмотрению, даже если это просто лишало их жизни. Пусть убийцу судит суд. И этому суду подчиняются все. Это прогрессивно и справедливо. По своему личному опыту, я могу сказать, что суды в Бельгии иногда сами приходят в тупик, потому что законы настолько вариабельны, что любого преступника можно сделать белым и пушистым. Пастор Абай говорит, что нам не надо забывать, что веками модель политики была монархическая, и только последние 300 лет на земле появились либеральные государства. А к нам либерализм пришел только 30 лет назад. Хорошо, что у нас есть закон и либеральная конституция, но мы как народ еще не в полной мере осознали не только свои либеральные свободы и полномочия, но и свои либеральные обязанности быть терпимым, относиться с уважением к власти и к людям. Вспомним начало либерализации Запада, Англии, США и Франции. И мы увидим, что и либерализм имел кровавый след. В Англии были войны, хотя там больше принято говорить об этом времени, как о славной революции. Во Франции во время революции было перерезано много аристократов. Американцы воевали против Британии, чтобы Британия закрепила конституционные перемены. Это нам урок. Если торопить либеральные перемены, то прольется кровь. Для нас, верующих людей, драгоценная каждая жизнь человека. Даже жизнь плохого человека, который может погибнуть в этой революции. И вот таким человеком был у нас по главе четвертой книги Даниила Наваходен Ассор. Но мы видим, что его жизнь перед Богом была важна. Мы за мирную, за гармоничную либерализацию общества. Мы, как верующие, имеем заповедь терпения, имеем духовное богатство, которые дают нам силу терпеть. Мы имеем силу Духа Святого любить врагов наших. Мы понимаем, что счастье человека дает не только его политическое положение, а понимаем, что он человек, это Дитя Божье. Он носитель вечности. Поэтому наш христианский взгляд глубже и шире. Поэтому мы имеем силу и мудрость. Как и китайцы, которые планируют политику на сто лет вперед, мы христиане должны иметь стратегическое мышление. Для этого мы имеем ресурсы терпения, зная, что в конце концов по нашим молитвам, по нашей добродетельной жизни общество будет развиваться согласно идее либерализма, которое будет со временем совершенствоваться, но не насильственным путем, а естественным путем экономических и культурных духовных образовательных научных преобразований. У казахов и русских есть пословица «вода точит камень». Капля слаба, а камень крепок, но если камень и вода рядом, то со временем вода побеждает камень. А теперь, говорит пастор Абай, обратите внимание на 24 стих. Как можно было на выходе на ссору искупить свои грехи и беззакония? По идее, его надо было убить. С либеральной точки зрения объявить его диктатором. На гаакском суде приговорить к смертной казни и с либеральной точки зрения это было бы справедливо. А Бог через Данила говорит, что на выходе на ссору сделал то, что сделал. И теперь вместо грехов пусть творит праведность, а вместо беззакония милосердия к ближним. Значит, что такое покаяние? Сейчас, а не потом поступай праведно. Миром правит Бог и даже злейший враг Божьему народу, такой, как непобедимый на выходе на ссор, в свете Божьей любви, такой же слабый человек, как и остальные. Только Бог ему позволил иметь власть над всеми людьми и над народом Божьим. А если Бог захочет, то Он может эту власть забрать. Бог дает людям такую власть, сделать много зла, чтобы потом сделать много добра и принести людям мир на большом пространстве. Это нам утешение. Не бойтесь, народ Божий, Бог управляет миром по-прежнему. Это утешение мы перевели на современность. И все идеологии, атеизм, марксизм, либерализм все держатся на том, что Бог нам говорит через книгу Даниила, что Бог управляет обществом и нами, как и всеми естественными законами и всеми людьми. Библия очеловечествует врага, и это как иллюстрация заповеди Христа. Люби врага своего. Не только мы должны любить врагов, но и сам Бог любит врагов. Нам нужно тоже любить врагов, любить этих сильных, кого мы в душе так ненавидим. То есть хотя бы допустить мысль, что эти олигархи, бездушные олигархи, как нам кажется, они все-таки тоже люди, и не демонизировать их. И я вам для этого рассказал историю общественного строя развития правового общества. «Как искупить грехи?» Это изменить настоящее. Сейчас правильно поступай, и это есть твое покаяние. И спасибо Богу, что Он управляет миром, что Он помогает нам любить врагов из сильных мира сего, что Он дает нам мудрость не форсировать общественное преображение по либеральному пути, а духовно принимать либеральные новшества без потерь и насилия. Дай нам быть терпеливыми, потому что есть нечто большее, чем политика, есть вечное, оно живет в нас. Дай нам покаяние действенное, а не ковыряние в прошлом и уже сейчас делать праведное в глазах Отца нашего Небесного и Господа Христа с помощью Духа Святого с Богом мои братья и сестры. Мы любим вас. Субтитры Субтитры